Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Я очень рада вас приветствовать на своем канале о вязании. Сегодня хочу показать вам пряжу, которую получила на днях. Расскажу на какие процессы, что буду вязать. С некоторыми артикулами я уже знакома, работала, вязала изделия. Какая-то пряжа для меня новая. Пряжа практически вся теплых составов. И есть вот у меня один артикул. Это хлопок с акрилом. Расскажу, что буду с нее вязать. Давайте начнем, наверное, как раз вот с этого хлопка. Посмотрите, какая красота, какой оттенок просто потрясающий, очень красивый. Это хлопок с акрилом Атрика, номер цвета 1534. 50% хлопок, 50% акрил, 100 грамм, 190 метров. С этой ниточкой я уже знакома. Работала, вязала детский плед. Очень классный получился плед. Вот пряжа я и в тот раз говорила неоднократно. Настолько она комфортная, мягенькая, приятная. Для таких вот детских изделий просто находка. Потрясающая пряжа. Буду вязать еще один пледик. Взяла 4 моточка. Оттенок просто потрясающий, девочки. Какой красивый оттенок. Нежный, красивый плед получится. Вот для пледов она просто великолепно подходит. Часто спрашивают на какие-то определенные изделия, какую пряжу лучше взять. Вот для детских пледов, девочки, прям рекомендую. И цветовая палитра богатая. И мальчикам, и девочкам можно связать. Да, в принципе, и не только пледы. Можно с этой пряжи много разных изделий интересных придумать. Для верхних изделий все-таки, наверное, она толстоватая. Хотя, вот какой-то теплый, такой толстенький кардиганчик, может быть, можно и попробовать связать. 100 грамм, 190 метров. Ну, такая толстенькая достаточно ниточка. Буду начинать вязать в ближайшее время. И во влогах буду вам показывать все, что у меня получается. Так, следующий артикул это 100% шерсть. Я, по-моему, такую пряжу уже заказывала, но еще не вязала, не знакомилась с ней. Атрика, 12-13, номер цвета. 100% меринос. 50 грамм, 430 метров. Я взяла два оттенка. Так, второй оттеночек 1208. Серый меланжик, это голубой цвет. Два моточка голубого буду вязать на подарок слитки для своей мамы. Вот как раз успею, я думаю, до 8 марта. Ну, по крайней мере, постараюсь. Хочу в подарок, если дочки вот такие, связать с этого оттеночка. А серого взяла три ниточки. Муж попросил носки ему связать. В последнее время очень часто вязала носки, но как-то вот для мужа не получилось. И попросил связать ему носочки новые. Буду вязать. Нужно будет попробовать связать образцы сначала. Сначала посмотреть, во сколько нитей. Так, здесь у нас 50 грамм, 430 метров. Ну, возможно, в две ниточки буду вязать. Нужно будет по образцам смотреть. Ну, в принципе, да. Сейчас вот на весну в две нити можно попробовать. Наверное, будет хорошо. Хочу связать носочки с каким-нибудь узором, не просто базовые, да, что-нибудь интересную, какую-нибудь модельку придумать. Буду, конечно же, все вам показывать. Пряжа приятная тактильно, абсолютно не колючая. Вот колкости вообще нет. Для теплых изделий просто великолепно подходит. Можно и попробовать какие-то джемперочки с нее повязать. И что-то вот такое тепленькое. Носки, варежки, это все, да, вот какие-то шапочки даже. Но нужно пробовать. Я говорю, повторюсь еще раз, не работала с ней. Повяжу образцы, посмотрю, как она себя ведет и в полотне, да, и в процессе вязания. Это все вам буду рассказывать. А, и после стирки мне тоже интересно, как будет она себя вести. Потому что часто бывает вяжешь изделия, вот, стопроцентной шерсти. Я работала с разными артикулами. Жестковатая пряжа после стирки, допустим, пропитки много смывается. И совершенно другой эффект. Здесь вот я чувствую, пропитка, конечно же, есть, но она такая неярко выраженная. Мне кажется, после ВТО немножко помягче просто полотно станет. Сейчас уже очень приятно, тактильно. Но будем пробовать, будем все смотреть. Так, это вот два первых артикула, которые я заказала. Следующая пряжа, это кашемир атрика 16,05, 50% кашемир, 20% шерсть, 30% искусственные волокна, в 50 граммах 320 метров. С этой ниточкой я работала. Осталась в полном восторге. Я вязала для своей мамы палантин. Сейчас тоже фотографию видите на экране. На мастер-классы ссылочки оставлю внизу в инфобоксе под видео. На те изделия, которые вязала. Вот с пряжи, которую сегодня вам показываю. Очень классная пряжа. После того, как связала палантин, мне написали несколько подписчиц. Приобретали эту пряжу, вязали. Кто-то джемпирог, кто-то светирог. Вот разные изделия. И одни только положительные отзывы, комментарии. Пряжа настолько мягкая, комфортная, приятная. Вот неохота просто даже с рук выпускать. Тактильно такая вот очень приятная пряжа. Она идет вместе с дополнительной нитью. Вот так вот моточек и дополнительная нить. Так же, как у пухонорки. Так, что я буду вязать? Я заказала себе 6 моточков. И буду вязать крупные изделия, водолазку. Планирую резинкой 2х2. Я вчера уже попробовала, начала вязать. Так, сейчас вам все расскажу. Я взяла, смотрите, две основные нити и две дополнительные. Резиночка, это вот горловинка на спицах 2,5. Вот знаете, настолько приятная в полотне. Это просто вот что-то невероятное. Охота скорее довязать и уже вот такую водолазку носить. Я думаю, что она будет у меня одна из самых любимых. По крайней мере, по тактильным ощущениям. А по плотности все меня устраивает. Вот для водолазки очень хорошо. В 4 сложения буду вязать. Как раз сейчас на весну у нас погода переменчивая. То плюс 1. Сегодня минус 33 на улице мороз. Поэтому еще вот вся весна так будет перепадать, да, погоды. Поэтому постараюсь быстренько связать, чтобы еще успеть поносить такую водолазочку. Изначально хотела резинку 1х1, пробовала образец, но что-то мне не понравилось. Сейчас, кстати, модно водолазки именно резинкой 2х2. Поэтому остановилась на таком варианте и хочу попробовать. Горловинку буду делать не стоячую, да, вот высокую, а немножечко пониже. Вот вижу модельку в голове, сейчас так сложно описать. Но когда начну вязать в процессе вязания, во влогах буду вам показывать все, что у меня получается. И еще один моточек тоже кашемира мне пришел, но тут уже оттеночек 16.03. Также вот с дополнительной нитью. Это для обучающего небольшого мастер-класса. Сейчас говорить не буду, на что взяла. Потом в процессе вязания все вам расскажу и покажу. Ну, вот такая посылочка мне пришла. Приступаю к мастер-классам, начинаю вязать. Кто не подписан, подписывайтесь на канал. Будем во влогах все смотреть, все, что у меня получается. Надеюсь, у меня получится интересное изделие. Буду с вами всем делиться. Всем большое спасибо за просмотр. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до новых встреч! Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова